Найти информацию про Индеин Как минимум, что ни один представитель этих турфирм лично ни разу ни в Бермине, ни в Индеине не был Потому что здесь несколько сотен, а возможно и тысяч пагод, разбросанных на территории 7 километров Пойдем и все Что я могу? Я с детьми не могу спорить Они сказали, пойдем, я все Указателей здесь, разумеется, нет никаких Ими работают маленькие монахи с соседней, с руинами деревни Нас они отвели сначала на закрытую шлагбаумом территорию В которую не попал один единственный бывший с нами в Индеине иностранец Ему шлагбаум не открыли И он видел только тот кусок руин, который обычно фигурирует на всех известных фотографиях Мы детям чем-то понравились, чем совершенно непонятно И они нас пустили в святая святых Размер Индеина оказался единственной информацией, которую мне удалось подчеркнуть из англоязычного же Гугла Все остальные ссылки там были на фотографии карты В каком-то смысле я эту незадачу с глобальным отсутствием членораздельной информации понимаю Во-первых, сюда реально добирается мало людей И пока для нас это просто благословение богов Кроме того, ну что здесь скажешь? Ну я, наверное, буду сейчас слишком эмоциональной Но Индеин меня потряс Тут можно только смотреть, затаив дыхание И пытаться унять сердце, бьющееся в пятках Потому что оно просто туда проваливается от восторга И колени становятся такие ватные, как перед школьными экзаменами А с ватными ногами здесь не очень хорошо Потому что все сотни пагот Индеина, раскинувшиеся на нескольких холмах Обойти нужно за день, а его не хватает Нам даже пришлось затормозить нашу поездку И вернуться сюда на второй день, на который мы сначала не рассчитывали Потому что оторваться от этого места было просто невозможно Я совершенно молчу о том, что можно было бы найти в Индеине имеемый металлоискатель Это даже как-то скучно обсуждать Я думаю, здесь можно было бы найти все Но даже голыми руками здесь можно обнаружить огромное количество осколков Например, совершенно заржавленный венчик с колокольцами Которым бирманцы украшали верхушки пагод Эти колокольчики при малейшем ветерке начинают источать просто малиновый звон Вот странная мысль пришла мне тут в голову Благо время было подумать Архитектура, она что? Мертвое создание А когда архитектура умирает, как, например, Индеин Она становится живой Живое оно что? Оно изменяется, трансформируется Руины меняются постоянно Где разрушаются? Где-то нарастают кустами Постоянно меняют свой цвет, особенно в восходе и на закате Они даже имеют свой голос Напевно разговаривая с сотнями металлических колокольчиков Ну и чем они отличаются от живых организмов? Ничем Вот в этом месте хотелось бы сказать Вот таким увидели Индеин его первооткрыватель Впрочем, если задуматься, первооткрыватель Индеина это мы Ну, люди, которые приезжали сюда 5, 10, 15 лет назад Потому что для большого мира, как и для европейской археологии, Индеин пока не открыт Ангкор мир знает Знает даже бога А эти руины будто не существуют вовсе И полное отсутствие информации в нете лучше того доказательства Субтитры создавал DimaTorzok А эти разруш which I'm living in натуром А эти разрушенныеscreen части А это there Дума Субтитры создавал DimaTorzok Артех ПроAP Субтитры сделал DimaTorzok Это реально живые монастыри. Среди них живут монахи и кошки. Какой балдежный Кошкин! Ты грючий! Вот, кстати, странным образом эти кошки почему-то не замерзли от холодной зимы, только стали еще более ядреные. Так, граф Германа. Вообще, Индырин является очередной иллюстрацией к парадоксу. Чем мертвее, тем живее. Тут первый вообще очень много парадоксов. Например, как можно быть счастливым, не имея материальных достижений современной культуры и находясь под властью военной хунты всю свою жизнь. Или как можно радоваться оружием, пусть даже игрушечным, будучи буддийским монахом. Субтитры сделал DimaTorzok